всем огромный привет меня зовут Инесса рада приветствовать всех гостях на канале сегодняшнем видео я хотела бы показать поскольку у нас уже 1 2 февраля но у меня сейчас на момент съемки видео я решила снять такое видео на моем канале такого подобного формата еще не было но вот я решила попробовать вдруг мне понравится это ну итоги по прошедшему месяцу то есть это мои начатые процессы это мои продвижение это мои финиш и старты за предыдущий месяц то есть за январь 2021 года поскольку сейчас нахожусь не дома вообще активных процессов у меня больше чем я вам сейчас покажу но поскольку я сейчас нахожусь не дома там не дома в Германии у себя где у меня все остальные процессы лежат я сейчас нахожусь дома в Минске у своих родителей гощу так сказать и покажу вам те процессы которые со мной здесь находятся которые я вышивала пока находилась здесь которая начала здесь ну и собственно говоря все мои продвижения вдруг кто-то не смотрел мои вышивальные недели потому что знаю что вообще не все смотрят такие форматы вот решила снять такого плана видео даже самое интересное что с этого получится и так начну я наверное сразу с финиша вот так вот сразу потому что это у меня была совсем малюсенькая работа моя мышка моя косячная мышка от abris art такой мышонок с сыром такая брошь я ее вышила в конце января ну да где-то в конце января в 20 числах вышила сшила все за один день по-моему если даже не ошибаюсь может за два и такая вот у меня мышка вот так из нее смотреть она вроде ничего если не всматриваться но она у меня была такая косячная что восторга я никакого не испытала немножечко подразочаровалась поскольку мои ожидания были настолько велики по поводу этого производителя я столько насмотрелась видео столько насмотрелась фотографии в инстаграм где огромное количество людей шьют эти брошки восхищаются и так красиво все все получается я же попробовала купила их 4 штуки попробовала одну и пипец разочаровалась но буду еще пробовать может быть это только с этой вот видите на меня косячный тут у меня не пришился бисер поскольку я уже рассказывала в одной из своих вышивальных недель расскажу сейчас поскольку но для тех кто не в курсе я ее склеивала супер клеем и супер клей он как-то пропитал вот этот вот фетр и он стал таким стеклянным он такой как стекло стал он вообще сон непрокалываемый я просто не смогла здесь потом проколоть этот фетр иголкой для того чтобы обшить вот он просто так висит в общем задник здесь тоже отвратительно здесь у меня дочка попыталась оторвать ей глаз что у нее практически получилось она тоже болтается здесь это вообще это кошмар кошмарный это шок-контент такой вообще нельзя почему-то у меня супер клей окрасил фетром зеленый цвет почему узнать не знаю вот я дотрагиваюсь когда кисточкой до фетра видите вот тут зеленое пятно проступило почему-то мой супер клей окрасил фетр в зеленый цвет в общем эта мышка оказалась косячная от начала до конца были тут конечно и приятные моменты мне очень понравилось работать именно с бусинами пришивать бусины бисер не понравилось пришивать бисер аппетит вообще просто и мне не понравилась иголка которая была в наборе потому что она была ужасно длинная она у меня очень быстро скривилась мне было ужасно неудобно но в моем случае это была единственная бисерная иголка на данный момент которая у меня была под рукой которая могла бы прижить этот аппетит ну в общем результат конечно получился не такой хороший как мне хотелось бы в первом блин у меня действительно оказался комом не зря есть такая поговорка ну вот лежит и выкинуть жалко использовать точно не буду по назначению хотя на самом начале мне казалось что самое сложное здесь будет это именно хвост крутить хвост и как-то его тут прибамбашивать к ней но это оказалось самым простым одним из самых простых одним из самых простых вообще в этом процессе действий остались материалы у меня все обычно осталось запасом ну как бусины бисер ниточка и вообще не было ниточки нужно будет свою благо нам не было ну в общем так себе так себе радость положить там вот пусть лежит украшает кадр следующий мой процесс который я начала очень символично 1 января у меня с собой нет превьюшек поэтому я вам буду вставать фотографию это дименшинс рождественский сапожок ну или носок кто как это называет вот такой вышиваю по оригинальному набору не менял ничего ни канву ни основ ничего оригинальными нитками оригинальной иголкой по оригинальной схеме не по перенабору бумажная схема вполне таки читабельная очень понятная вообще проблем с ней никаких не возникло ну пока и вот что у меня есть на сегодняшний день ну я 1 января начала вышла вот буквально здесь где-то вот в этой области буквально наверно 5 крестиков ну чисто символически дабы начать что у меня был старт 1 января отложила неделю наверно на 2 потом еще чуть-чуть повышевала казалось повышевала неправильно я начала вот здесь вот с фона вот с этого вышла его в две нити не в две нити а крестиком после увидела что это нужно было все полукрестиком вышивать что-то распорола начало сначала в общем поначалу косячила потом разобралась вообще с обозначениями со значками со всеми теперь более-менее хорошо идет работа единственное что беру ее не так часто поскольку развела я себе процессов я вообще планировала взять ее только с собой в гости дабы ее продвинуть максимально и только ее вышивать поскольку она для меня достаточно большая работа таких больших я еще не вышивала и я подумала что ну если я буду там ее откладывать и брать раз в неделю то я ее к новому году точно не вышью ну так получилось что мне понравилось еще что-то потом еще что-то еще что-то в общем я поначинала и теперь у меня много процессов и беру ее все равно достаточно редко вот на прошлой неделе я вышила только один день понедельник мне там были продвижение что-то 365 крестиков то есть это там что-то около 800 полукрестиков но если я беру она очень хорошо идет тут все очень понятно ясно мне очень нравится что полукрестом здесь большинство работа большая часть работы вышивается именно полукрестом крестом здесь вышивается вот шапка у снеговика вышивается вот здесь проглядывается шарф снеговика должен будет крестом дед мороз будет там шарфа вот уже подарки будут крестом а так фон сам снеговик это все вышивается полукрестом то есть очень быстро достаточно идет я считаю для меня это точно но вот я думаю что сейчас видео сниму и пойду эту работу именно и по вышиваю ну размер здесь стандартный по-моему 42 сантиметра какие они там тимаэль сформу 42 сантиметра и вот такие продвижения у меня на данный момент есть вышиваю на куснапах так вот закуснапила такие себе трусики сшила как раз здесь мне мама помогла и теперь у меня все аккуратненько красиво отложиваю сюда чтобы она не мешала следующий процесс который я брала с собой сюда и хорошо продвинула это мой сэмплер от джаз нэн называется он spider moon вот такой сэмплер у меня находится на таком этапе сейчас здесь я уже завернула я вставлю картиночку естественно чтобы пострели как выглядит это в полный размер то есть видно что мне осталось совсем чуть-чуть мне осталось до вышивать призрачков и еще одна секция сверху мне будет и все и он мне будет готов очень легко идет именно вот сам сэмплер сам сюжет вот этот у меня немножко тут натяжка испортилась потому что лежал сейчас пару дней в нем что-то даже лежала сверху но не суть вышивается очень просто вышиваю его на 16 аиде цвета кремовая по-моему называется ниточками dmc это был мой подбор потому что это и только схема ее мне подарила наташа с канаваталия 60 за что ей 25 раз огромное-огромное благодарю очень мне нравится эта схема очень понравилась она мне вот удружила и подарила спасибо наташа если смотришь привет да чтоб они хочу сказать по этой работе вышивается очень просто сам вот сюжет именно сэмплер внутренний был просто летит единственная стопорица не рамка поскольку достаточно широкая здесь сколько два четыре шесть восемь девять по моему рядочков она достаточно широкая и она достаточно нудно вышивается но что надо то надо эффект очень хороший мне очень нравится как получается вот даже думала может завершить в январе но вот что-то отвлеклась на другие процессы и как-то у меня не завершился но уже я думаю это будет мой самый ближайший финиш этого года как я сказала здесь мне стало совсем чуть-чуть до вышивать вот сверху над призраками и все будет готово оформлять обязательно буду к хэллоуину возможно такой баннер и хочу в пару к этому сэмплеру купить участной тоже есть схемка хэллоуиновская еще одна на конечно меньше размера но не суть то в пару и у меня здесь ткани очень много она мне тут подвернута и тут вот вкусно потом завернута в трусиках лежит и не видно и прямо на этой ткани просто разрезать и у меня будет на одинаковой основе такие два парных сэмплера в общем красота как я уже сказала ниточки dmc все кроме черного и белого это у меня ниточки с хэс потому что у меня запасов было очень много я просто не стала покупать ему для чего и собственно говоря все прекрасно идет очень красиво ярко легко отдыхалочка кто вообще любит такие мотивы вообще сэмплеры подобного плана только могу посоветовать просто чудо песня начала я эту работу в декабре двадцатого года ну и если учесть что я вообще новичок во всем этом деле считаю что идет достаточно быстро но поскольку я тоже беру естественно не каждый день потому что времени выживать у меня не так-то много у меня маленький ребенок семья муж поэтому до недавних пор работа сейчас карантин поэтому пока сидим дома вот есть немножко больше времени когда у меня трусики съехали вот но не у меня а у моего сэмплера но не суть вот видите даже тут у меня ниточка размесила где середина ткани чтобы более-менее равномерно распределить чтобы хватило на другой да вот такая красота убираю следующее что вам покажу это старт который я начала недавно на прошлой неделе это вот такой вот процессик это мадам по моему правильно произнесла я сейчас сэмплер который называется винтажная посуда старинная посуда кто как называет я просто влюблена под правда просто без бесконечно и безмерно обожаю этот процесс обожаю эту схему и обожаю этого производителя это моя первая схема этого производителя это дизайнером но я уже знаю что не последняя эту схему я приобрела как приобрела в общем история была такая на 1 2 3 стич я увидела случайно этого производителя влюбилась в схемы хотела заказать что меня остановила долгодоставка но я уже прям выбрала что буду заказывать и потом вот каким-то случайным стечением обстоятельств листала я вас пою как она называется в общем новостную эту штуку вконтакте и мне просто выбрасывает в какой-то группе которая называется по моему авторские схемы в общем я ставлю ссылочку обязательно выбрасывать схему вот эту мадам ляфе я просто чуть сознание не потеряла от счастья давай смотреть она есть в pdf у них была я естественно себе и захомячила полазила по этой группе увидела что у них там еще несколько схем этого дизайнера есть я подумала а для чего мне заказывать издалека-далека у дизайнера ну как бы вопрос такой немножко глупый да зачем заказывать для того чтобы вышить но я думаю поскольку она мне так подвернулась вот прям набери не хочу ткань я уже как бы была купила ниточки не проблема я собиралась просто ниточками идти в магазин здесь в леонардо в минске зачем мне ждать так долго пока ко мне придет эта схема из америки плюс я ее до этого никогда не пробовала думаю возьму одну схемку распечатаю попробую как мне нравится если понравится потом буду уже у дизайнера покупать ну как бы вы поняли да мысль мою решила я попиратничать так сказать да простите меня мадам лафе ну да очень мне понравилась схема очень простая она просто предельно простая ясно я распечатала вышиваю я пока исключительно по бумажным схемам хоть и очень так я долго и упорно думала размышляла о покупке саги пока не вижу в этом необходимости поскольку те процессы которые я вышиваю которыми на бумажных схемах они абсолютно читабельные простые и там я не знаю что можно еще упростить что мне в чем-то мне может помочь сага на данный момент нет этой необходимости как только что-то мне появится такое что действительно не вышиваем а по бумажной схеме в себе приобрету но пока что по бумажной схеме этому очень рада потому что удобно и глаза не так устают как от гаджетов круглые сутки на них смотреть на эти экраны это у меня буквально прогресс наверно трех дней и вот столько у меня здесь уже выше там как по мне так ну просто красота вышиваю как я не говорила вышиваю на кремовой аиде шестнадцатого каунта очень на 16 каунт полюбился на мне отрез 50 на 50 сама эта работа будет размером 31 на 31 сантиметром и вот такая красота покажу чуть поближе здесь я это вышиваю все ниточками гамма купил здесь в леонардо поключу все как надо считаю что просто восхитительный результат что получается единственный у меня косячок такое мое дополнение авторская так сказать исполнительская даже не авторская я же исполнитель я не автор вот сама рамка вы видите самый крайний бортик идет бордовый потом идет 3 рядочка серого потом голубой где 3 рядочка серого они вообще должны были быть светло-бордового цвета или темно-красного но поскольку я сначала что там путанулась в схемке со значками потому что там оказалось два практически одинаковых значка и я как-то взяла потом думаю почему я вышла в сером по моему была на таких красных тонах но уже было достаточно поздно я поленилась это все переделать поскольку подумала ну сэмплер это не лицо чьё-то не животное не человек сильно смысл не менять оставлю как есть тут еще бы достаточно красного цвета поэтому думаю прям не испортится работа от этого но все остальное вышиваю как надо уже вот такая красота ну больше ничего пока не буду рассказывать вот как еще по вышиваю будет продвижение я точно покажу если кто не пробовал еще этого производителя этого дизайнера обязательно пробуйте очень классные схемы конечно цена на съемки у них немножко покусывается я так скажу что-то около 25 долларов они стоят на сайте 1 по 3 стич но они классные правда я решила но попросил думаю закажу заплатил такие деньги только это только схемка купить ткань купить ниточки жди два-три месяца пока придет а потом еще не только не понравится или еще что-то и такие все это получится достаточно так это дорого ну я считаю с моей точки зрения думаю не буду рисковать попробую сначала так если понравится и буду потом покупать у дизайнера да но если вдруг кто-то тоже любит пиратничать ну я считаю насколько почему это пиратничество пиратничество это если я распространяю лип какой-нибудь вот такой вот сама где-то распечатала и продает это пиратничество а тут ну как бы раз она все равно мне попалась раз на все равно в общем доступе лежит но кто-то же туда закачал для кого-то почему я не могу взять ее совесть совестью но так быстрее проще допростить меня мадам ляфе еще вот это мой третий процесс был активный и еще у меня есть один процессик но тут я много рассказ не буду это ну просто мега продвижение тут конечно чисто символическое начало положено в виду сейчас на экран он съемку на картинку эта схема надежды масштарковой называется на национальная библиотека минска девочка-путешественница серия называется это я думаю что надежда масштаркова уже знает каждая бездобная собака на улице хорошем смысле этого слова потому что последнее время instagram и youtube он просто взрывается и отшивами немоверное количество везде считаю что абсолютно заслуженно просто аплодирую 100 этому дизайнеру прекрасные разработки прекрасные схемы очень красивые сюжетики мне это нравится у него много-много-много-много чего но когда я увидел я хотел что-то приобрести себе но когда я увидела что у него новиночка и вышла на центр библиотека минска я просто вот не раздумывая сломя голову понеслась и все купила сразу хорошо что купила вот прилетела в минск потому что вообще почему потому что я сама из минска я здесь родилась я здесь выросла это мой родной город национальная библиотека мне как дом родной практически потому что пока я училась в университете я там просто дневала и ночевала скажу так и я когда увидела поняла что ну все значит с этого будет начинаться такомство моё с этим дизайнером и вот буквально позавчера 31 января я начала вот отложила мама какие-то у нее были свободные пяльца думаю мне без разницы какие мне тут лишь бы повышевать пару дней пока я не вернусь у меня там в запасах в германии дома есть еще пяльца и потом перепяли вышиваю на 16 аиде кремовый цвет опять что-то у меня все на кремовой основе странно получается пока активные процессы но мне очень нравится 16к также основа очень приятная да и тут собственно я хотела на белое вышить но белое на данный момент не было в магазине где я была я пишу просто купила кремовую думаю какая разница все равно практически сплошная даже не практически а сплошная зашивка разницы нет на чем она будет выше там ну тут ничего не понятно опять же посмотрите на картиночку которую вам выведу размер этого кружочка будет 17 на 17 сантиметров небольшой по моему если 14 ковицу 19 на 19 на 16 и 17 на 17 вроде бы все ничего не путаю включая были ниточки данные тимси панка аммикирова и гамма я же приобрелась ниточки гамма очень безмерно рада счастлива довольна потому что я так поняла что я не любитель ниток димси они меня просто не то чтобы я не любить они хорошие они красивые красиво смотрится когда не вышиваешь процесс вышивания мне абсолютно не нравится возможно мы просто руки не заточены под этого производителя под эту фирму под эти ниточки не знаю чем это связано но у меня они постоянно запутываются завязываются в узелки вот просто на каждом третьем крестике я не знаю с чем это связано я не считаю что я беру очень длинный кусок нитки по моему может не знаю сантиметров 70 может быть 60 я не считаю что это очень длинная нитка но они у меня постоянно путаются я сейчас купила ниточки гамма вот вышиваю сэмплеры от мадам лёпфю ими и вы не поверите у меня вот за всю работу которую я показываю выше то ниточки запутались наверное раза три всего лишь то есть узелок завязался если бы я это вышивала ниточками димси я бы правда у меня настолько замедляется работа меня это начинает просто раздражать я больше времени трачу на то чтобы развязывать эти узелки чем вышиваю я не знаю почему ниточки гамма у меня не завязываются в узелках надеюсь так и останется поэтому я и на этот сюжете тоже купила гамма ниточки тоже очень довольна очень красиво оттенком такие все спокойные серо-голубо-зелененькие приятные глазу вот буду с удовольствием вышивать и конечно будут продвижения вам обязательно покажу потому что это мне продвижение 10 минут я только начала что еще сказать по моему сказала все не буду показывать организацию хранение ниточек потому что они у меня хранится обычных пластиковых папках никакой там сверх организации нет думаю что самое интересное что я хотела вам самое важное показать я показала на этом я буду завершать свое видео надеюсь вам было интересно со мной если да обязательно ставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал не забывайте мне будет очень очень приятно пишите ваши комментарии что вы думаете по поводу этих дизайнеров производителей фирм возможно вы вышивали эти сюжеты уже поделитесь вашим опытом возможно кого-то вы не любите из них тоже поделитесь своим мнением в общем все что вам есть говорить с удовольствием послушаю я же буду с вами прощаться желаю вам всем крепкого здоровья не болейте берегите себя своих близких выживайте в удовольствие и пусть все у вас будет хорошо всем всего хорошего до скорых встреч пока пока